Добрый вечер. Меня зовут Сенатов Федор, я научный сотрудник НИТУМИСИС и генеральный директор компании Biomimetics. И вот сегодня с вами поговорим про современные материалы в медицине, что у нас вообще в медицине сейчас в российской переисходит, да и не только в российской, а в принципе по всему миру с точки зрения материаловедения. Вообще, может быть, кто-нибудь как-то из присутствующих задумался о том, когда вообще люди начали думать о важности подбора материалов для медицины? Ну там сотню лет назад, две сотни. Нет, это во времена было еще древнего Египта, потому что, судя по раскопкам, были найдены части протезов ног, в частности, протез пальца. И, соответственно, надо было не просто как-то восполнить утраченный палец, который как-то там вследствие болезни или травмы оторвало, а подумать о том, чтобы этот палец был определенной прочности, чтобы он выполнял какие-то функции и так далее. И, собственно, как раз с тех времен, начиная с древнего Египта, и вот эта вся имплантология, протезирование, это все развивалось. Приходилось думать о том, чтобы сделать протез человеку таким прочным, чтобы он выдерживал удары, чтобы он мог нести какие-либо функции, ну, например, хотя бы сгибаться, разгибаться. И вот так эволюция пришла от каких-то простейших протезов к экзоскелетам и к различным сложным имплантатам, которые сейчас функционируют у людей в организме. Вообще немножко история. Исторически, так, материал, вообще подход к выбору материалов, он стал развиваться в основном в 20 веке, когда был такой бум на открытие и разработку новых материалов. Но такой классический подход 20 века, это когда все биоматериалы, используемые в медицине, подразделяли так на, грубо говоря, металлы, полимеры, керамики, и каждый использовался для каких-то определенных нужд. Вот, например, понятно, металлы, такие как титан, они могут нести хорошую нагрузку, обладают хорошей прочностью, соответственно, их использовали для протезов костей, например. Ну, сейчас и так до сих пор используется. Керамика, ну, все знают про зубы, полимеры используются для различных эндопротезов и так далее. Но это такой традиционный подход выбора материалов, когда, например, взяли хорошие материалы, один прочный, один какой-то, например, особый пористый, их как-то смешали, сделали некий какой-то гибрид-композит. Но это подход 20 века. Что сейчас? Сейчас развивается подход биомиметичности. Что это такое? Биомиметика — это наука, которая пытается воспроизвести какие-либо биологические объекты на неживых, на синтетических материалах, то есть био и миметика. Миметика — то есть подражение, подражение к чему-то природному, биологическому. И сейчас уже научились имитировать кости, имитировать мышцы, имитировать различные части человеческого организма на различных размерных уровнях. От, начиная, наноразмерного уровня, то есть уровень молекул, до макроразмерного уровня, когда мы говорим уже, например, про целые протезы, как я говорил, целый протез, например, руки. Это уже макроразмерный уровень. И сейчас с помощью современных технологий, такие как 3D-печать, аддитивное производство, различные сложные обработки химические, можно получать уже очень-очень сложные структуры, которые будут реально похожи на человеческий организм. Ну, начнем с самого популярного вообще во всем мире протезирования — это эндопротезирование суставов. Ну, я думаю, все про это слышали, что либо у спортсменов после травм, либо у пожилых людей болят суставы. Почему это происходит? Ну, либо идет какая-то болезнь, либо сустав просто истирается. А сустав — это наш такой природный подшипник. Ну, я не знаю, там автомобилисты есть среди присутствующих, или там велосипедисты, да? Если в подшипник что-то попадает, то идет такой колоссальный абразивный износ. Вот тоже, если что-то там случилось в суставе, то может идти абразивный износ, и такой сустав больше уже не восстанавливается. Почему? Да потому что, если, например, вы сломали кость, то кость может срастаться. С суставом, с хрящом такого нет, потому что нет тех клеток, которые могли бы хорошо быстро зарастать. И это глобальная проблема. И поэтому человеку, у которого полностью износился сустав, как вот здесь вот показано, ему ставят эндопротез. Что это такое? Всю стершуюся часть просто срезают и ставят искусственную. Искусственная часть состоит из трех важнейших компонентов. Это ножка протеза, которая непосредственно входит в кость, шарик, и на этом шарике есть такая чашечка. И вот этот шарик, как подшипник, в чашечке в этой двигается. Но проблема такая, что надо очень четко подбирать тот материал, который мы хотим использовать в эндопротезах. Почему? Как я сказал, трущаяся система, значит, это должны быть такие материалы, которые могут удерживать очень большие истирающие нагрузки. И как вы думаете, что есть общего между эндопротезом суставов и всепогодным кантком? Какие-то мысли? Что здесь общего? Ну это да, это тоже. На самом деле они сделаны из того же материала, это полиэтилен. Ну вообще в принципе всем полиэтилен, мне кажется, известен по пакетикам, например, или бахилы полиэтиленовые. То есть на самом деле кажется, что это материал такой дико непрочный. Ну это понятно, это все на себе испытывали, когда там идешь из магазина с кучей продуктов, пакет вдруг порвался, все, беда. И соответственно есть вопрос, а разве может такой материал, который потенциально дико непрочный, использоваться в такой ответственной области, как медицина, как протезирование? На самом деле да. И тут вопрос, а как же сделать обычный вот этот полиэтилен, который, скажем, в пакетиках, его сделать прочным? Есть, кстати, догадки? Как сделать прочно? Значит, то, что материалы состоят из атомов, молекул, вы, я думаю, знаете. Ну вот полимеры, то же самое полиэтилен. Полиэтилен это полимер. В нем длинные-длинные-длинные молекулы. Их для упрощения можно представить, как такие ниточки. Длинные-длинные ниточки. Вот полиэтилен состоит из длинных-длинных-длинных ниточек. Ну вот представим, каждая молекула – это такая нитка. Если у нас нитки короткие, и мы эти короткие ниточки сложили, допустим, стопочкой, то их легко, ну как бы из этой стопочки выдергивать, правильно? Но если эти ниточки очень-очень длинные, то эти ниточки могут запутываться. Ну как, не знаю, наушники в кармане, то же самое. Тут всего лишь сколько? Два провода, но уже сколько узлов. И, соответственно, когда мы пытаемся вот эту всю вещь развивзать, у нас ничего не получается. Вот то же самое с очень длинными молекулами полиэтилена. Они просто так друг с другом запутываются, что материал может не разорваться. Соответственно, какой подход можно сделать, чтобы сделать материал прочным? Удлинить молекулы. Это вот есть даже такая математическая модель спагетти, что чем у нас там длиннее молекула, тем больше у нас возможно там самозапутывание. То есть вот эти ниточки, они самозапутываются. И вот этот подход, он развивался, и такой материал был создан еще в 20 веке. Он назывался сверхвысокомолекулярный полиэтилен. То есть это полиэтилен, но в котором очень-очень длинные молекулы, очень-очень длинные ниточки. И вот этот материал, я об этом скажу, полиэтилен этот с очень длинными нитями, это на данный момент самый прочный материал в мире. Я об этом еще скажу. Но, тем не менее, до сих пор во всем мире, это не только российская статистика, существует проблема, что люди, которым поставили эндопротезы суставов, они вынуждены иногда подвергаться и ревизионному протезированию. Это примерно 9-12% случаев. И большая часть ревизионных операций связана с тем, что сустав искусственный опять износился. И срок службы сейчас искусственных суставов – это примерно 10-15 лет. То есть через 15 лет великая вероятность того, что протез придется менять, потому что он опять износился, несмотря на то, что он сделал вроде бы из хорошего материала, из полиэтилена. Что происходит? Вот вы видите рентген человека, у которого стоит эндопротез. И вот изображение протеза после где-то 15-20 лет носки. Вот эта пустая область – это как раз износ. Вот столько материала износилось, и вот эти частицы, которые изнашивались, они постепенно попадали в организм человека, и это приводило тоже к нежелательным реакциям. И вот так вот это происходит. Это под микроскопом. Растет трещинка, постепенно человек ходит, нагружает протез. Протез своим весом, своими прыжками. И постепенно, постепенно трещина растет, растет, растет. И кусочки протеза начинают отваливаться, отваливаться, отваливаться. И в результате получается вот такая ситуация, когда протез полностью уже разваливается. Какое же сейчас текущее решение? Это было развито последние лет 10-15. Вот представьте, у нас есть нити, молекулы. Что с ними надо сделать, чтобы их еще было сложнее разорвать? Ну, уже удлинили. Уже получился сверхвысокомолекулярный полиэтилен, как его называют. А что еще надо сделать с ним? Вот у нас, допустим, три молекулы. Что мы с ними можем такое сделать, чтобы их нельзя было растащить друг относительно друга? Связать. Да, это на языке химиков называется сшивка. Это действительно так и делается. Создаются химические сшивки, такие мостики между молекулами. Получается такая сеточка, 3D-сетка. И вот эту 3D-сетку еще сложнее будет как-то разорвать. И это уже применяется. Но я говорил, что на самом деле сейчас самый важный подход – это подход биомиметики. То есть мы должны имитировать реальные природные структуры. Вот перед вами как раз как выглядит тот самый хрящ, который мы хотим как-то повторить. Это называется гиалиновый хрящ. Вот верхний слой хряща, самый-самый верхний, он состоит из таких вот ориентированных вдоль плоскости коллагеновых волокон и клеток, хондроцитов. Ну и дальше там другие слои, они по-другому как-то состоят. Это не так важно. Нам важно что? Повторить вот этот внешний слой. Потому что на самом деле природный хрящ, и мы проводили это испытание, он очень-очень хорош с точки зрения трения. Он действительно очень классно себя ведет и не уступает искусственным материалам. И вот что мы сделали? Повторили. Вот перед вами как раз это такой эндопротез сустава, я потом после лекции покажу. Он очень-очень скользкий, потому что в нем вот эти нити, молекулы, они выложены так же, как реальные коллагеновые волокна, как клетки в реальном гиалиновом хряще. И поэтому он, такой протез становится более износостойким, более скользким, и его уже можно применять в медицине. У него действительно все его основные характеристики выше, чем у традиционного полиэтилена, который сейчас используется. Поэтому мы можем прогнозировать увеличение срока службы такого протеза. Но не только достижение биомиметики можно использовать не только для эндопротезирования суставов, то есть для замены хряща, но и, например, для замены костей. Сейчас все операции на костях, они очень-очень популярны, их очень много, потому что травматизм, он гигантский. И есть сейчас текущая проблема у текущих имплантатов в том, что, во-первых, они не похожи на кость. Если, не знаю, кто-то в курсе или может кого-то знакомых ставили какие-нибудь титановые штифты, титановые сеточки, ну это просто сеточка, это просто штифт, он никак на кость не похож. И вот надо сделать так, чтобы протез, который ставили в человека, он полностью по своей структуре, по своей архитектуре имитировал ту самую кость. Вот этого нет. Надо также, чтобы этот протез участвовал как-то в каких-то клеточных биологических реакциях, потому что наша кость, это на самом деле живая штука, она несет на себя определенные функции. Это не только механическая функция, чтобы наше тело держать на ногах, на руках, но и участвует в куче различных сложных процессов. Вот это все нужно, чтобы это происходило. И одна из важнейших проблем, которые у нас в медицине существуют, это по всему миру, это что до 20% операций осложняются присоединением инфекций. Это даже происходит в стерильных условиях операционной. Где-то как-то откуда-то может сесть в рану какая-то бактерия, и дальше развиваться, 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 рост инфекций, и опять негативный исход операции. То, что сейчас было сделано с точки зрения биомиметики, удалось повторить на искусственных материалах. Это все, кстати, тот же самый полиэтилен, который я вам показывал. На нем сделали у нас как раз вот в NetoMessis, это наша разработка, наша научная группа, сделали такую структуру, как у реальной кости. А реальная кость, она, ну не знаю, там кто-то брал суповую кость. Какая суповая кость? Из чего она состоит? Ну как-то внешне там, можете описать? Ну все сталкивались с суповой косточкой, да? Она такая, внешний слой, он такой прочный, сплошной, а внутри, да, внутри там костный мозг, да? Внутри он пористый. Вот это называется кортикальная кость и губчатая, тробикулярная. Вот, и так кость как раз и устроена, ну если упрощать. И соответственно, если мы хотим восполнять реальный костный дефект, мы должны имитировать различные костные слои. И вот как раз это на картинке представлено. Здесь структура пористого, вот этого губчатого полимерного слоя, а это реальная кость. Как вы видите, очень-очень они похожи с точки зрения своей архитектуры. Но при этом наш организм устроен так, что если в него что-то такое вот инородное внесли, то организм это может воспринимать как что-то чужеродное, ему это не понравится. И надо сделать так, чтобы клетки не просто восприняли вот этот чужеродный объект, имплантат, как что-то свое собственное, но еще захотели в него залезть. Нам же надо сделать так, чтобы имплантат, который засунули в организм, он интегрировался в тело и был не просто как некий кусок, который там как-то болтается. А что надо сделать, чтобы он интегрировался? Надо сделать так, чтобы клеточки туда заползали, цеплялись за поверхность и начинали делиться и жить своей нормальной жизнью, как это происходит. Для этого создается специальный рельеф на уровне микрон и даже нанометров, то есть это такой уже молекулярный уровень, чтобы обеспечить необходимый такой отклик, фидбэк от материала и от клеток, чтобы они друг друга себя хорошо видели и чувствовали. Здесь решил показать такую сложную штуку, но это важнейшая штука в области материаловедения. Это называется диаграммы Эшби. Можно это особо не запоминать, но тут очень-очень важная вещь. И это такая диаграммка, на которой откладываются какие-нибудь важнейшие свойства какого-либо материала. Вот если мы говорим про материалы протезов, это понятно, например, определенная прочность, определенная упругость, трещиностойкость. И вот мы откладываем эти свойства на этой диаграмме. И вот кружочки – это те области материалов, те материалы, которые ложатся на эту диаграмму. Например, титан какой-нибудь, полиэтилен и так далее. И вот они отмечены кружочками. Это комбинация свойств. И вот желтые овалы – это кость. Вот это сплошная кость, то, что называется критикальная кость, и губчатая кость, пористая. А между ними, видите, вот такие вот красные овалы. Это как раз полиэтилен. Вы видите, значит, на вот этой некой такой диагонали, мысленно можно провести диагональ между овалами, лежит полиэтилен, значит, просто как-то модифицируя, изменяя структуру вот этого всего обычного полиэтилена, можно добиваться различных свойств протеза. И, соответственно, вот можно сделать так, чтобы он, например, был вот такой гибкий. А это обычный пористый, ну не обычный, пористый полиэтилен, который вот как раз у нас сейчас уже начал использоваться в имплантологии. Его можно сколько угодно гнуть, сколько угодно бить, с ним ничего происходить не будет, потому что у него очень хорошие вот такие вот механические свойства. Либо можно сделать его более жестким, и он будет выполнять свойства, выполнять функции вот этой кортикальной прочной кости. А вот, например, что происходит, если вот по такому имплантату долбануть. Это замедленная съемка, 30 тысяч кадров в секунду, падает груз на протез. Это срез протеза, чтобы можно было видеть внутренний вот этот губчатый слой и внешний сплошной слой. Под действием удара имплантат проминается, но никак не трескается. То есть если бы так же ударили по кости, ну пошли бы трещины, осколки, кость бы сломалась. Вот с полиэтиленовым имплантатом такого ничего не происходит. У него колоссальная ударная прочность. А вот как это выглядит в реальном организме. Вот это изображение имплантата, которое я вам показывал. Его структура под микроскопом. А вот то, что произошло после того, как его засунули в организм, и как с ним контактирует реальная кость. И скажу, что тут показано то, что внутри, внутри прям пор этого имплантата начинает расти новая реальная кость. То есть происходит интеграция нашего живого с синтетическим неживым. А вот это я хотел показать, что какова на самом деле сложность вот этих всех биоматериаловических изысканий для медицины. Дело в том, что, как я сказал, материал вроде бы кучи. Но из этой кучи надо выбрать такие, которые по совокупности свойств будут очень-очень похожи на, например, реальную кость. А вот можно взять, например, всего лишь один материал. Вот взял титан, для примера. И вот это вот все, различные кружочки и так далее. Это просто мы меняем чуть-чуть какие-либо параметры одного материала, титана. И можно достигать совершенно различных абсолютно характеристик. Поэтому важно подобрать такие, которые будут подходить именно для конкретных костей, а иногда именно для конкретного человека, конкретного пациента. И вот то, что сейчас самое последнее было сделано, это гибридные имплантаты. Когда мы можем взять какой-нибудь крутой титан, потом какой-нибудь крутой тоже самый полиэтилен и совместить их в единую конструкцию, которая будет выполнять нужные свойства. Вот уменьшенный вариант лучевой кости. Это такой гибридный имплантат. Я тоже потом его каждому покажу. Он состоит из металлического титаново прочного каркаса, на который наращивается полиэтилен. И внутри тоже пористый полимер, чтобы имитировать губчатую ткань. Ну а хорошо, допустим, мы все сделали классно с прочностью имплантата. Но возникает такая проблема, что, помните, я говорил, 20% операций заканчиваются инфицированием. Что же тогда делать? А можно сделать так, чтобы имплантат, который мы поставили человеку, он был насыщен сразу же лекарствами. И это не просто там, не знаю, как-то шприцом засунули в пористую часть какие-то лекарства бактерицидные. Нет, так не подходит. Почему? Потому что, наверное, вы знаете, антибиотики против бактерий, они действуют сразу же на весь организм. Они без разбора могут действовать и на бактериальные клетки, и на клетки самого человека. Соответственно, надо сделать так, чтобы воздействие антибиотика было минимальным, и оно было локализованным. То есть именно там, куда могли поспасть бактерии. И вот здесь как раз помогает такая очень классная штука под сложным названием, называется сверхкритический флюид. Вообще, когда вот я говорю кому-нибудь про такое-то слово, сверхкритический флюид, у всех обычно такая ассоциация, ну это какие-нибудь флюиды, между людьми, или вот девушки говорят, флюид это такая-то косметическая фигня, я даже не знаю, что это такое, но это какая-то фигня в косметике. Неважно. На самом деле флюид, я объясню, что это такое. Это очень красивая штука. Обычно в школе проходят такую штуку, как диаграмма воды. Ну, присутствующие в школе давно учились, но тем не менее, это такая классическая вещь. Мы, ну, вода. Мы все знаем, что вода бывает жидкой, твердой, газообразной. И мы с вами живем при обычном атмосферном давлении, и мы можем налить воду из крана, она жидкая, вскипятить чайник, и при 100 градусов вода перейдет в пар. Либо при нуле, наоборот, заморозить, она станет льдом. Но 0 и 100 градусов, это на самом деле, они такие фиксированные температуры, только при нашем текущем давлении, при котором мы живем, например, в горах, это совершенно, там другое давление, соответственно, и другая температура кипения, другая температура замерзания. И вот если отложить на диаграмме давление и температуру, то можно указать вот те области, где существует при данном давлении, при данном температуре лед, жидкая вода и пар. И вот оказывается, что вот там вот высоко, вот в том уголке, где достаточно большая температура, большое давление, существует третье состояние воды. это называется сверхкритическая вода. То есть это то состояние, когда вода, она как бы пар и как бы жидкость. То есть она имеет и те, и те свойства. И вот это вот состояние, как бы пар, как бы жидкость, называется флюид. От английского слова fluid – течь. И вот материалы при таком состоянии, сверхкритическом, они обладают очень классными свойствами, потому что они могут проникать в абсолютно разные вещи, везде проникать. Я сейчас поясню, может быть, даже вы с этим сталкивались. Вот перед вами сверхкритический диоксид углерода. Продукт нашей жизнедеятельности и продуктом заводов. Вот так вот выглядит образование сверхкритического диоксида углерода. Такое вот облачко образуется, как показано на этой ускоренной съемке. Изменяем давление до 76 атмосфер. Вроде не так много. Там в какой-нибудь кофеварке или еще где-нибудь в кофемашине давление сколько там? По 20 атмосфер. 76 не так уж много. И всего лишь 31 градус Цельсия. То есть при таких условиях диоксид углерода становится вот таким вот. это некое промежуточное состояние между паром и жидкостью. И вот в таком состоянии он может проникать в совершенно необычные места. Вот, например, если кто-нибудь пьет кофе без кофеина? Нет? Без кофеина? Ну, вы знаете, что есть кофе без кофеина наверняка. Вот. Как получают этот кофе без кофеина? Ведь это все те же самые кофейные зерна. На самом деле, что делают? Берут кучку зерен, запускают в резервуар с зернами диоксид углерода, углекислый газ. Повышают температуру до 31 градуса, давление до 76 атмосфер. Этот углекислый газ становится флюидом, и он проникает в кофейные зерна и растворяет кофеин. А когда, например, давление сбрасывают, он становится опять обычным, привычным нам газом. И он уходит, улетучивается, но забирая с собой кофеин. И получается, что после сброса давления газ у нас ушел, и лежат две кучки. Зерна и кофеин. И вот этот кофеин уже можно использовать, например, для создания различных лекарственных препаратов, для сердечно-сосудистой системы и так далее. Ну, или делать декофеинизированный кофе. С помощью этих же сверхэкологических флюидов, например, делают экстракцию различных лекарственных или косметических препаратов. Сейчас даже такая дикая мода, на всякое экологическое, био и так далее. Все топят за этот органик, скажем так. И чтобы безболезненно, скажем так, из растений получать необходимые, нужные лекарственные, либо косметические вещества, их можно забирать все тем же самым путем, как кофеин из кофе, также с помощью вот этого сверхкритического диоксида углерода, с помощью флюида. Ну, или, например, таким же образом сушится древесина таких каких-нибудь хороших, дорогих пород. Древесину перед сушкой запускают вот в такой большой-большой резервуар. И если просто ее сушить, просто поднимая температуру, ничего хорошего не получится, потому что какая-нибудь дорогая порода дерева просто сожмется. Ведь там была влага, влага уйдет, и деревяшка сожмется. А если же ее сушить вот этим диоксидом углерода, получается все очень шикарно, и древесина не меняет свои характеристики, не меняет свои формы, своего цвета. И это все было благодаря вот этому флюиду, который может везде хорошо проникать и забирать то, что не нужно, вот, например, влагу. Ну, так вот, вернемся к медицине. Вот этот же флюид можно использовать для того, чтобы не только забирать полезные вещества, например, из растений, но наоборот, чтобы что-то вгонять. Например, антибиотик в имплантат. И вот перед вами эта классическая в медицине штука, называется чашка Петри. Это просто такая чашечка, плашечка, в которой, например, вот кладутся имплантаты и смотрится, как там бактерии все это колонизирует, как они там развиваются. И вот сверху это имплантат с антибиотиком, снизу кусочек имплантата без антибиотика, а здесь контрольные диски, пропитанные антибиотиком. И вот эта пустая область, это такая область отчуждения, там как раз не выросли колонии бактерий, потому что антибиотик не дает им там размножаться. Таким образом, вот с нами была показана особая классность вот этого подхода пропитки с помощью сферкокритического флюида имплантатов. Ну и используя одни и те же материалы, можно делать совершенно разнообразные варианты, например, вот костных имплантатов. Это вот мы делаем имплантаты плоских костей, имплантаты трубчатых костей, либо такие имплантаты, которые могут нести очень большую нагрузку. В частности, вот где-то полгода назад была проведена операция, мы поставили догу, у которой была остеосаркома, имплантат величиной 11 сантиметров. Это вот такая вот титановая трубка, которая была потом оброчена имплантатом, оброчена полиэтиленом. И, соответственно, такой имплантат выдерживал массу собаки, дога, ладок очень крупная, массивная собака, и выполнял свои функции как кость. Еще очень интересные материалы, которые сейчас применяются в медицине, это называется биорезорбируемые материалы. Ну, чтобы, не знаю, если с термином с этим не знакомы, проще запоминать так, биорассасываемые материалы. То есть, если такой материал поместить в организм, он постепенно рассосется, разложится на безвредные компоненты. И вот такие, это называется биополимеры, например, если мы говорим про полимеры, эти биополимеры делаются либо из каких-то природных вещей, это, например, растения, из пшеницы, из кукурузы можно делать полимеры, либо из бактерий. С бактериями тут немножко интереснее. Как делают полимеры с помощью бактерий? Берут резервуар, где живут бактерии, если упрощая, их кормят, бактерии перерабатывают материал, и вот то, что они, продукты их жизнедеятельности, скажем так, какашки бактерий, это и есть полимеры, биополимеры, которые потом можно использовать в медицине. Их используют в медицине. А для чего? Дело в том, что такие имплантаты нужны, например, в челюстно-лицевой хирургии, в эстетической хирургии, в детской хирургии, например, там, где нужно временное замещение какого-то костного дефекта. Например, какой-нибудь там, не знаю, борец, боксер сломал нос, и надо как-то его восстановить. Вроде бы, собственно, кость может нарасти, но нужно поддержать организм, и нужно временно поставить имплантат. А чтобы не делать двойную операцию, вначале ставить, потом удалять, можно поставить такой имплантат, который постепенно рассосётся, а на его месте вырастет нормальная костная ткань. Вот то же самое, например, очень актуально для детской хирургии, потому что у детей организм развивается, и если нужно сделать операцию на голове, например, на черепе, то приходится делать несколько операций через полгода, год, по мере того, как ребёнок растёт. Поэтому здесь как раз актуально использовать вот такие материалы, которые являются временными. Причём такие материалы могут тоже повторять структуру костей. Вот как это видно здесь, это такая пористая структура. Сейчас же это тоже начинает развиваться очень активно в стоматологии, потому что стоматология такая очень прибыльная вещь, поэтому все инновации хорошо запихивать ещё и в стоматологию тоже. С помощью комбинации таких методов, как 3D-печать или 3D-сканирование, можно сосканировать челюсть. Если у человека, например, под удалённым зубом ещё и кость как-то раскрошилась, можно это сосканировать и с помощью 3D-принтера из биополимеров напечатать нужную заплатку, которая может постепенно рассасываться и заменяться костной тканью. Причём, что же нужно такое ещё добавить в эти рассасываемые полимеры, чтобы кость захотела очень активно образовываться. Из чего состоит костная ткань? Какие элементы там важны? Кальций. Так, что ещё? Зачем рыбку едим в рыбке? Фосфор, да. Вот кальцифосфатные соединения это и есть основа нашей костной ткани. Это называется словом гидроксиапатит. И вот вообще наша кость состоит из этого кальцифосфата и коллагеновых волокон, которые делают кость достаточно эластичный. Ну так вот, можно взять вот эти элементы кальцийфосфор в виде вот этого гидроксиапатита. Вот он такой беленький. Это просто как порошок из кости. И засовывать его в рассасываемые полимеры. И когда человеку, допустим, это поставили, такой имплантат из такого материала, полимер рассасывается, остаются кирпичики вот эти из кальцияфосфора. И наш организм может использовать вот эти кирпичики кальцифосфора для построения новой костной ткани. И вот, как я уже начал говорить, это можно как раз применять в 3D-печати целых органов, ну тех же самых костей. Сейчас очень активно развиваются такие технологии, как компьютерная томография или там МРТ. Ну вот можно взять, например, 3D-модель, полученную на томографе и по этой модели сделать конкретную заплатку конкретному человеку. Это называется уже кастомизация медицины. И можно задать в 3D-модели, а делается это, например, в стандартных программах типа Solidworks, я не знаю, может, работали с такими 3D-моделями. Это обычная такая достаточно инженерная программа. Тем не менее, это все можно использовать для медицины. Можно не только задать форму, но и структуру имплантата, распечатать имплантат на 3D-принтере и все это потом уже имплантировать конкретному человеку. И причем в чем такая на данный момент вершина этих имплантаций? А то, что можно взять, если это не очень срочная операция, можно взять у человека пробу костного мозга, выделить оттуда клетки и заставить эти клетки колонизировать, заселять имплантат. Просто в пробирке. И получится, что у вас образуется такая клеточно-инженерная конструкция. То есть ваш искусственный имплантат начинает обрастать клетками вот этого пациента. И потом этому пациенту можно через где-то 10 дней, 2 недели поставить имплантат, который уже будет с его клетками, и эти клетки потом будут образовывать новую кость и интегрировать искусственный имплантат синтетический с организмом. Вот так вот это выглядит под микроскопом, очень красиво. Сверху это имплантат, и вот такие синенькие, фиолетовые, это подкрашенные клеточки, которые потом, это зелененькие мерцают, они колонизируют этот, обращивают имплантат. Потом это все оставилось пациенту. Отдельная очень крутая область медицины, и вообще не только медицины, но мы сегодня говорим про медицину, которая очень активно развивается, это материалы с памятью формы. Может быть, вы это слышали об этом? Нет? Все эти подушки-языки, они не в счет, которые эти типа с памятью формы, это не о том. Концептуально понятно. Вот. И тогда сейчас я об этом поподробнее расскажу. Значит, вообще впервые такой коммерчески успешный материал с памятью формы был создан только в 62-м году. Назывался он нитинол. Ни – это никель, ти – это титан, потому что это сплав никеля титана. И нол – это лаборатория морской артиллерии США, где он как раз был запатентован и произведен этот материал. Впервые вообще в принципе прогнозировали, что такие материалы могут быть. Еще в 48-м году это наши советские металлурги, Курдюмов и Хандрос. Они предложили сплав, что может быть такой сплав. И вот в 62-м году сделали успешный нитинол. В чем тут идея работы этого материала? Вот я говорил, у нас все материалы состоят из атомов. И вот атомы могут складываться в некие кристаллические решеточки. И вот некая решеточка, как атомы, уложенные в материале. Допустим, мы потом взяли этот материал, какой-то кусочек, и как-то его погнули, продеформировали. В нем немножко перестроилась кристаллическая решетка. А вот в материале с памятью формы, если его нагреть выше определенной температуры, когда в нем произойдет определенный переход, это заставит атомы обратно перестроиться в другую первичную структуру. Это называется аустенитно-мартенситное превращение. И материал может вернуть свою форму. Ну, это если так просто говоря. А как это выглядит? Вот сделали такую клипсу. Эта клипса под действием тепла человеческой ладони может восстанавливать свою форму и закрываться. Зачем это нужно? Ну, например, для пережатия кровеносных сосудов во время операции с определенным зажимом. Чтобы случайно не пережать кровеносный сосуд, можно на него поставить такой вот зажимчик, такую клипсу, которая до определенного значения по своей деформации захлопнется и пережмет кровеносный сосуд. Либо можно сделать наоборот. Можно ввести тоненькую проволочку в кровеносный сосуд, если он где-то закупорился, и она под действием тепла человеческого организма 36,6 свернется и раздвинет стенки сосудов. Таким же образом можно, например, доставать камни если они где-то в мочеточнике застряли. Такие операции сейчас производятся, это уже не редкость. Таким же образом ставятся некоторые ортодонтические скобы, различные крепежные штифты. Например, если нужно насадить керамический зуб, ставят штифт из нитинола, и он под действием тепла может верхушка раскрываться как якорь и прочно садится в десну. Его уже не вытащить, и на такой штифт можно накручивать керамический зуб. Но последнее достижение показывает, что не только в металлах, не только в нитиноле и других сплавах есть вот этот эффект памяти формы. Он же есть еще в полимерах. Вот можно представить тут такую провести аналогию. Допустим, у вас есть некая пружина в желе. Потом это желе как-то заморозим и эту пружину растянем. Пока желе замороженное, оно не дает пружине обратно схлопнуваться, потому что оно замороженное, оно ее держит. А если мы погреем это желе, оно станет мягеньким и пружина внутри сократится. Таким образом вернется изначальная форма. Вот то же самое происходит и в полимерных материалах. Вот, например, возвращаясь к имплантатам, мы напечатали такой вот имплантат, такой вот формы, как вы видите, потом ее сжали и если нагреть этот кусочек имплантата в теплой воде, тогда он полностью восстанавливает свою форму. Для чего это нужно? Можно это использовать для каких-то роботизированных захватов, которые могут хватать предметы, либо самоустанавливающиеся стенты, которые ввели в организм, и они там раскрылись и как-то выполнили свою нужную функцию. Либо наоборот фиксаторы, зажимы, либо вот конкретно это не мы делали, но это тоже одна из наших идей, наши китайские коллеги это тоже отдельно развивали, самоустанавливающиеся имплантаты. Можно взять имплантат, его сжать, поместить в костный дефект, и он там раскроется под действием теплоорганизма и заполнит собой целую область. Как это видно на верхних картинках. Еще отдельная классная область это называется самозалечиваемые материалы. Вообще в принципе о самозалечивании люди мечтали давно, потому что разбил свою любимую кружку, было бы классно, если бы она сама собралась, а не нужно было ее как-то склеивать. А на самом деле все это в принципе возможно. И сама идея в принципе подсмотрена тоже в природе. Вот если например вы порезали палец, то у вас все равно потом ран это заживет. Будет вначале идти кровь, но потом все это место закроется, сосуды восстановятся. Вот можно что делать? Можно взять маленькие маленькие шарики микронного размера и в эти шарики поместить какой-то залечивающий компонент, некий склеивающий компонент. И если через эти шарики, через материал с этими шариками начинает идти трещина, и трещина натыкается на такой шарик, то шарик лопается, и из него выходит склеивающее вещество, и трещина зарастает. То же самое можно делать маленькие маленькие канальцы в каком-то материале, например, материале кружки, и заречивающее вещество будет выходить из этих канальцев, когда через такой канальц прорубает трещина. Можно заставлять какие-то химические реакции идти. Вот, например, был взят такой цилиндр, его разрезали пополам, просто совсем пополам, а потом соединили концы, подержали, и он сросся. Причем сращивание было такое прочное, что если потянуть, растянуть этот полимерный цилиндр, он не разорвется по месту склейки. То же самое можно делать даже с разнородными материалами. Два разных полимера соединить, и они будут сращиваться. Причем так сращиваться прочно, что уже не разорвешь. Можно таким же образом заставлять имплантаты, которые где-то треснули, например, под действием нагрузки. Человек много прыгал, у которого была операция, был протез, и пошла трещина. Можно такой имплантат контролируемо нагреть, например, точечно, как-то лазером, либо ультразвуком, и в нем начнет зарастать трещина. Вот этот кусочек имплантата, который как раз принес, вот он такой пористый маленький, в нем пошла трещина, вот эта трещина растет, а вот материал погрели, и трещина схлопнулась. Еще одна классная область в медицине, которая развивается, это люминесцентные материалы. Что такое люминесцентные, наверное, все как-то видели в том или ином виде. Это свечение вещества, которое происходит под действием поглощения какой-либо энергии. Это может быть под действием света, под действием трения, электричества и так далее. Вариантов много. Суть в том, что материал может светиться. Но свечение есть и в природе, это биолюминесценция, различные сверчки, жучки, или например, комары в пещере, в Новой Зеландии. Как видно, их очень много, они скапливаются, они классно светятся, красиво. Ну и вопрос, а зачем это все в медицине? Вот можно брать флюоресцентные белки, которые например есть у медуз, которые так красиво зелененьким светятся. Эти белки выделять и помещать в животных. Вот например, перед вами фотография свиней, сделанная в Тайваньском национальном университете, и у них светятся пятачки, хвостики, копытца, довольно крипово светятся зелененьким светом. Зачем это нужно? Вопрос, кроме как так, для веселья. Это нужно например для визуализации различных болезней или для анализа каких-то проб например крови человека. Что можно делать? Можно брать не обязательно какие-то флюоресцентные белки, как я говорил, из медуз выделять, можно синтетически делать, это называется квантовые точки, это маленькие-маленькие частички, наночастички, которые под действием например ультрафиолета могут светиться совершенно различными цветами в зависимости от размера этих маленьких-маленьких частичек и в зависимости от того, из чего были сделаны частички, можно заставлять их светиться различными цветами. И так вот, можно присоединять к этим частичкам, к этим белкам определенные метки, которые будут потом, например, скапливаться в раковой опухоли либо в тех клетках, которые мы хотим изучить в человеческом организме, где мы хотим провести диагностику. И тогда можно будет сказать, что например, вот там взяли пробу крови, посветили, грубо говоря, ультрафиолетом, посмотрели, ага, значит здесь скопились определенные вирусы, либо изучить, как же там вирусы контактируют с клетками, то есть вариантов много. Можно просто проводить визуализацию, цветовую визуализацию каких-либо процессов. А так как присоединяемые белки или там наночастички, они настолько маленькие, что они могут везде проникать, можно анализировать не только целый орган, но и, например, отдельные клетки. вот так это красиво выглядит. Это свечение различных клеток. Или вот это свечение в определенных органах крысы. Таким образом можно, например, следить за скоплением вот этих меток в люминесцентных меток в органе, где есть раковая опухоль. Еще одно интересное направление это стресс чувствительные материалы. Что это такое? Как-то давно, в 1948 году был разработан такой классный метод, метод у литовского Тейлора. Это метод, позволяющий делать микропровода. Это такие тончайшие-тончайшие волокна металла в стеклянной оболочке. И вот так это выглядит вживую. Я думаю, их даже, наверное, никто не видит взглядом. Они очень-очень тонкие. Толщина вот такого микропровода в несколько раз меньше толщины человеческого волоса. Тееческий волос, ну, это в среднем около 150 микрон. Вот такой микропровод, который я вам показываю, это примерно 20-30 микрон. И это металл в стеклянной оболочке. Соответственно, вопрос, зачем это может быть нужным? И в принципе, эти микропровода уже активно очень применяются. Ну, например, их можно использовать для анализа различных повреждений. В чем тут суть? Как я сказал, это металл в стеклянной оболочке. И вот этот металл, он магнитный. У него определенные магнитные характеристики. и он очень-очень чувствительный. Если вот этот микропровод хоть чуть-чуть продеформировать, чуть-чуть натянуть, чуть-чуть изогнуть, в нем резко изменятся его магнитные характеристики. Причем очень маленькие деформации приводят к очень большим изменениям характеристик. Соответственно, можно, если мы куда-то вставляем этот микропровод, проводить дистанционный контроль. То есть магнитные характеристики мы можем мерить удаленно, при этом изучать какие-то внутренние процессы. Например, если в то же самый имплантат внутрь наклеить и ввести такой микропровод, то мы сможем детектировать напряжение в этом имплантате. И, например, человек приходит к доктору и просканировал доктор ему область имплантата и скажет, допустим, вы сейчас слишком сильно растолстели, у вас слишком большая нагрузка на ваш имплантат, он может скоро треснуть, потому что смотрите, там уже красным посветился, значит, предельные какие-то напряжения. Вот то же самое, кстати, сейчас собираются применять не только в медицине, но и в таких ответственных отраслях, как газовая промышленность, нефтяная промышленность, потому что если есть нефтепровод и где-то там начинает расти трещина, это можно увидеть. А если трещина уже пошла и треснула все, разлив нефти, ну это может быть даже некая экологическая катастрофа. А это можно все предугадать и предвидеть, если у нас есть некие магнитные метки, которые очень чувствительны к мельчайшим деформациям. Но вот то, что я хотел рассказать про самые прочные материалы в мире. Вернемся к нашему аналогу, аналог молекул нитей. Итак, если мы берем длинные нити, очень длинные нити, то эти нити могут как-то в клубки запутываться и такой клубок уже достаточно сложно будет разорвать. Но если вот возьмем клубок нитей и попытаемся его растянуть, все-таки мы тянуть его можем. Тянем, 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 тянем. И вот он растаскивается на две половинки. Причем заметьте, вот сейчас этот клубок просто разошелся, ни одна ниточка не порвалась. Вот то же самое может практически то же самое происходить в куске полиэтилена. Вы его взяли, пакетик там растянули и в нем вот эти нити, молекулы, они проскальзывают и расходятся. Несмотря на то, что они достаточно хорошо запутаны. То есть небольшая часть молекул рвется, а многие просто проскальзывают. А что же тогда нужно сделать с этим клубком, с этими нитями, чтобы мы уже реализовывали всю сидящую в нем прочность? Ведь прочность будет реализовываться только тогда, когда мы уже будем рвать каждую ниточку, чтобы разорвать целый материал. Что же тогда сделать с клубком? Есть предположение? Ну, собственно, надо взять этот клубок и сшить из него, например, какой-нибудь шарфик, скажем. то есть ориентировать нити, которые находятся в этом клубке. И вот если каждая нить будет выстроена вдоль какого-то одного направления, и мы потом попытаемся разорвать эту веревочку, то нам придется разорвать каждую ниточку в этой веревочке, чтобы она разорвалась. И вот перед вами такая достаточно упрощенная картинка, представляющая удельные характеристики различных прочных материалов. Вот, например, если представить некий виртуальный вертолет, и мы к нему подвязываем трос, то через сколько километров этот трос порвется под своим собственным весом. Вот вертолетик этот полетел вверх, и через 25 километров порвется сталь. Через 195 километров порвутся углеродные волокна. А углеродные волокна, я думаю, вы знаете, это используется углепластики, то, что называется карбон, например, Формула-1. Все болиды, они ездят на таких углепластиках. Или, например, самолеты, какой-нибудь современный Boeing, он наполовину состоит из композитных материалов. Это все очень прочные материалы, очень классные, но углеродные волокна, вот такие суперклассные прочные, порвутся через условные 195 километров. Дальше аромидное волокно. Аромидное вам известно под торговым названием Кевлар. Слышали про Кеврал, про аромидные бронежилеты. Так вот, аромид, это хорошая штука, но он порвется примерно 235 километров. А вот волокно из полиэтилена, сверхвысокомолекулярного полиэтилена, порвется только через 400 километров. То есть этот материал потенциально еще более прочный, чем аромидное волокно. И вот этот полиэтилен в виде ориентированных нитей, волокон, его используют для фиксации суставов, в спинальной хирургии, чтобы фиксировать позвонки. Причем эти волокна, вот они, вот этот самый прочный материал в мире. Они классные, они прочные на разрыв, но при этом как волокно, оно достаточно мягкое, и оно не повреждает кость, как если бы это были какие-то там титановые скобы. Просто можно как-то зафиксировать эту нить, и она будет держать например позвонки. Ну дополнительное применение к этому полиэтилену, которое уже есть, это паруса яхт, это антипорезные перчатки, корабельные канаты, ну естественно военные отрасли, это каски, бронежилеты. И причем такое отступление от медицинской темы, почему например крутые именно бронежилеты из полиэтилена, а не из аромидного влакона, как это сейчас чаще всего используется. А дело в том, что полиэтилен он совершенно не впитывает влагу, а аромидное волокно оно впитывает, и причем механические характеристики волокна, они резко падают под действием влаги. И вот если например боец упал в воду, и вода проникла в бронежилет до аромидного волокна, тогда все, он будет уязвим. с полиэтиленом такого ничего не происходит, ему абсолютно пофиг, поэтому он и применяется например в корабельных канатах, он будет плавать просто на поверхности воды, не тонуть и не впитывать влагу. И вот кстати кораблей, помните было лет 7 назад такая трагедия Коста-Конкордия, огромный лайнер водоизмещением более 10 тысяч тонн затонул у берегов Италии. И вот его пытались вытащить стальными тросами, тросы рвались, но в итоге его вытащили тросами из сверхвысокого молекулярного полиэтилена. То есть это действительно материал, который обладает колоссальной прочностью. И есть в нем еще одно классное преимущество, это эффект памяти формы, о котором я уже говорил. Из этого полиэтилена можно сделать вот такие вот, например, кубики, кубики продеформировать, нагреть, и они восстанавливают свою форму. То есть он вот такой был изначально, мы его сдавили до такого состояния и нагрели. И вот он как Т-1000 терминатор себя восстанавливает. И если из такого полиэтилена делать, например, спиральки, такие пружинки, то эти пружинки себя будут вести как искусственные мышцы. Когда вы их нагреваете, они сокращаются, когда охлаждаете, они наоборот распрямляются. И одна такая искусственная мышца, маленькая-маленькая, тоненькая-тоненькая, то есть это вот одно волоконце отсюда, она может поднять груз с массой в тысячу раз больше, чем ее собственный вес. Вот так это выглядит. Это тоже наша разработка. Вот такая ниточка нагревается теплым воздухом и поднимает груз. Масса ниточки где-то 50 микрограмм, соответственно, в тысячу раз больше вес у груза. Из таких волокон можно делать, например, компрессионную одежду. Есть различные типы одежды, которые нужны либо для людей, у которых проблемы с кровеносными сосудами, либо для людей, например, кто там часто, например, летает Москва-Нью-Йорк, Нью-Йорк-Сеул, и там по 10 часов сидит в самолете, ноги болят, затекают, и нужно как-то их разминать. Есть специальная компрессионная одежда, которая позволяет сохранять тонус. Это либо для людей, кто очень часто много в офисе сидит, там ноги начинают болеть к вечеру. Есть специальная компрессионная одежда. А вот можно делать так, чтобы брать, например, обычный носочек, в этот носочек вставлять искусственные мышцы, и они будут контролируемо сжимать ногу, массируя ее и разгоняя кровь. Это тоже один из наших недавних патентов. А вот совместно с компанией Моторик из Колкова они сделали детские протезы, протезы руки, и обратились к нам, чтобы мы сделали какой-то альтернативный привод, не электродвигатель какой-то, а другой какой-то привод, который будет двигать, например, пальцами руки. И вот мы вставили искусственные мышцы вот в такой протез, и к каждому пальцу подвели индивидуальную мышцу. И вот как это выглядит. Если нагревать просто теплым воздухом, мышцы сокращаются и пальцы сжимаются. Можно нагревать, например, электрическим током, вот эта картинка сверху. Но пока это такие начальные разработки, видно, что реакция не очень быстрая. Поэтому мы сейчас как раз работаем над скоростью реакции этих мышц на нагреве, соответственно, чтобы рука быстро сжималась. Причем плюс у таких мышц это в том, что они энергонезависимы, и их нельзя как-то извне взломать. Это просто они работают на неком физическом определенном эффекте. биоматериаловедение. собственно, все, что я хотел рассказать про биоматериаловедение, про материалы в современной медицине. Если есть вопросы, я с радостью на них отвечу, либо покажу еще много всего, что принес с собой. А насколько тяжело инновации такого рода выкаются для себя такая область, где нельзя просто думать, ты забыли, давайте пробовать, там, ну, поверхность на них мотает, это обычно очень сильно узнавняется тем, что от инноваций применения людей может там пройти 10-15 лет в этот раз и все происходит. И вот насколько быстро такие и такие вещи вынудряются? Дико долго. Дико. Это вообще область медицины очень консервативна и очень инертна. Ну, потому что вообще никто не рискует, особенно вот в России это просто некая такая беда, что можно использовать один тоже обычный старый титан, который уже использован там был лет 40-50 назад, его сейчас постоянно использовать, ну, потому что он надежный и бояться куда-то в другую область свернуть. С точки зрения науки у нас в России очень крутое все развивается. Вот все, что я показал, практически все разработки, которые я показал, это вот наша научная группа только сделала. По всей России много и других интересных разработок. просто чтобы это пошло в медицину, допустим, если мы там, не знаю, у нас есть генеральный директор компании, который занимается внедрением этих разработок в жизнь, в медицину, чтобы мы пошли именно к человеку в медицину, нам, в клинику, надо где-то 3-5 лет на одну разработку, и так как многие разработки это совершенно что-то новое, нужно инвестиции порядка где-то 60 миллионов рублей. И это не каждый способен поддержать вот такую высокорискованную область, как и медицина. Поэтому найти хорошего такого инвестора, который бы готов был дать деньги и подождать 5 лет, это беда. Поэтому, например, мы ушли в область ветеринарии, там попроще. Поэтому есть кейс с тем долгом, да? Да, совершенно верно. Но тем не менее мы пытаемся как-то сейчас двигаться в область медицины, и просто нужно кооперировать с крупными такими индустриальными партнерами, кто бы мог на себя что-то взять, открытие пробной хотя бы экспериментальной линии по производству имплантатов. Вообще с имплантатами в России такая беда с точки зрения рынка. Вот, например, эндопротезы суставов 90% рынка, ну, точную цифру не помню, но примерно 90% рынка это все иностранные компании и процентов, ну, наверное, 70 это один только Джонсон и Джонсон. И наши российские компании занимают очень небольшой сегмент и в нем тоже в этом сегменте инновации внедряются очень медленно, потому что опять-таки это риски, ну и так далее. Но тем не менее разработок много, надо как-то стараться все это внедрять. сколько теоретически может стоить такой протез из биоориентирующих материалов, скажем, на кисти и ноги, чтобы он наше полно на него есть? Ну, например, протез аналогичный тому, что мы делали для дога, это 11 сантиметров кости. это примерно 45 тысяч рублей. Если это для срочной операции, была срочная операция, если мы говорим про такую же клеточную инженерную конструкцию, где мы берем клетки у человека, их колонизируем, имплантат, его потом вставляем обратно человека, то это порядка 120 наверное тысяч. Так, примерные оценки. Ну, на такой же объем имплантата. То есть достаточно крупный. Вот такой. Ну, все разработки по экзоскелетам, по каким-то внешним вот этим, они иногда могут быть еще дороже, потому что там бонусом еще должны быть различные датчики, системы обратной связи, потому что такие уже крутые экзоскелеты, они работают уже непосредственно там. Человек подумал, чтобы у него рука поднялась, она у него поднимается. Это все уже сейчас есть. Но это очень дорого, это, скажем, не просто сотни тысяч, это иногда и единицы миллионов вот такие вот продвинутые бионические протезы. Еще? Может быть что-то? Да, есть ли члены наверное работают над этим новой ядинберин? Вы рассказывали про материалы, которые похожи, но все-таки искусственные. А есть ли будущее за полным выращиванием биологического материала и полным телом из него части тела? Насколько вот это область конкурирует полностью с вашей и насколько там прорывается? Спасибо, это очень крутой вопрос. По поводу конкуренции. Тут на самом деле они сейчас на данный момент себя друг друга дополняют эти области. Вот например уже таких кейсов было достаточно много, один из последних китайские коллеги сделали из похожего материала, как мы пористое полимерное ухо. И это ухо можно было засовывать под кожу, где этому же человеку это ухо обращивалось тканями этого самого человека. Потом через несколько месяцев вынули из-под кожи это ухо с клетками этого человека и пришили. И соответственно оно уже достаточно быстро интегрировалось и работало как ушная раковина. Соответственно это как раз комбинация вот этих двух технологий био и синтетических материалов. Если мы говорим про выращивание с нуля каких-то органов, то это тоже очень крутая тема, она развивается, но наверное до чего-то такого более существенного удастся дойти лет я думаю через 15 не раньше. Вот сейчас есть в России достаточно известная компания это Сколковский резидент 3D биопринтинг solutions. Они из их таких прорывов хороших, которые мне понравились, они смогли вырастить маленький кусочек щитовидной железы для мышей. В чем суть этой технологии? Берутся такие шарики, в которых уже есть клетки. Эти шарики с помощью принтера выкладываются в некую форму нужную, например, форму будущей щитовидной железы. Потом эти шарики в определенных условиях начинают сращиваться в нечто общее, имеющую форму. И потом вот эту будущую щитовидную железу можно, например, тоже подселять в организм, где она будет уже превращаться в будущий орган. И даже выполнять потом функцию той же самой щитовидной железы. И они это показывали на мышах, и у них это было удачно. Но это было из, скажем, может быть, 10 сфер, я, честно говоря, не помню, из малого количества этих сфер с клетками. А чтобы вырастить большого органа, человеку большой орган, это надо очень-очень много выкладывать. И тут приходится думать с точки зрения биологии, с точки зрения медицины, молекулярной биологии, материаловедения. Это такая междисциплинарная область. Сейчас вообще вся медицина это междисциплинарная область, если мы говорим про имплантологию. Это такой интересный кейс. Но сейчас тоже, я думаю, вы слышали про такую штуку, как стволовые клетки. Это такая популярная вещь, на которой сейчас зарабатывают не очень честно деньги. Что можно делать? Мы это делаем. Мы берем каркасы, это называется скафолды. Каркасы по форме, напоминающей будущую кость. Эти каркасы можно обращивать клетками типа стволовых. Они еще не определились, кем они будут. В чем могут стать клетками различных органов. Например, эмбриональные клетки могут стать клетками кровеносных сосудов, клетками сердца, кожи и так далее. У них много путей, кем они могут стать. Это плюропатентные клетки, у них много потенциальных возможностей. Можно выделять, например, из костного мозга человека клеточки, называются мезонхимальные стромальные клетки. Это такие клетки, которые еще не определились, кем они будут, но в принципе они могут стать жировыми клетками, клетками соединительной ткани, костной ткани или кровеносными сосудами. В принципе, у них четыре потенциальных возможности. Если для этих клеток создать определенные условия, то они могут стать нужной тканью. Такая аналогия, например, когда молодой человек попал в определенное окружение, то из него и может вырасти, если про школьника говорить. То же самое с клетками. Они пока еще непонятно кто, но если им создать нужное окружение, они будут нужной тканью. Что такое нужное окружение? Это нужная архитектура каркаса, куда их подселили. Клеточка должна ощущать себя как будто внутри реального организма. Это определенный химический состав, кальций, фосфор. Эта клеточка должна вот это все ощущать, и тогда она потенциально может стать кем нужно, например, костью. И вот в чем тут возникает еще проблема? Часто уже спекулируют на этой теме стволовых клеток. Приведу такой забавный пример. Моя коллега, она доктор биологических наук, она очень-очень такой классный, крупный, известный специалист в области как раз этих клеток, стромальных клеток, стволовых клеток, которые потенциально могут во что-то развиться. Таких специалистов на всю Россию человек 10. В общем, очень крупный специалист. И вот она приходит как-то в какой-то салон, типа косметический салон, парикмахерский салон, там все вместе, например, стрижку сделать. И на ресепшене ей говорят, а вот знаете, мы вам, если хотите, можем сделать классные инъекции мази из стволовых клеток. Она такая, опа, окей, давайте расскажите мне. Естественно, я не сказал, что она там на самом деле крупный биолог. Расскажите мне. Говорит, ой, вообще классно, сейчас мы вам помажем, сейчас мы вам уколем и прям вообще сразу омолодитесь. Говорит, окей, а где у вас эти стволовые клетки, интересно посмотреть. да вот и вот здесь прямо, и прямо из-под прилавка достает банку такую розовую литра на полтора. Говорит, вот они здесь вот стволовые клетки. Вообще, во-первых, ствовые клетки, они выделяются в очень маленьких количествах и очень мало. Их хранят в определенных условиях, например, креостат и еще что-то. Это очень-очень специфичные условия. Их можно недолго нормально хранить. Ну, в принципе, достаточно долго можно хранить, но в очень определенных условиях. Они вот прям под прилавком там на полтора литра. Вот. То есть на вот этой теме сейчас дико зарабатывают деньги. То есть люди не знают, что это такое столовые клетки. И как-то на это ведутся. А вообще с столовыми клетками много проблем. Потому что самые такие вот клетки классные с большими возможностями, это эмбриональные клетки. Но работать с эмбриональными клетками это уже, скажем так, есть может быть даже уголовное наказание, потому что с эмбрионами есть много таких этических проблем работы. И потенциально вот в такой вот банке не может быть там несколько эмбрионов. Это может быть что-то совершенно другое, даже не относящееся к реальной медицине. Может быть еще вопросы?